Привет! Это справочники Мигранта. Меня зовут Влад Резниченко. И сегодня мы поговорим о введении наиболее распространенной формы введения предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью. По-польски «Спутка с ограниченным от поведения НОСЧОМ». По сравнению с индивидуальным предпринимательством общество с ограниченной ответственностью позволяет отделить свой капитал от капитала фирмы. Бесспорным плюсом является то, что за финансовые обязательства фирмы отвечает сама фирма. И, конечно же, средствами, которые находятся в ее обороте, отвечает также фирма, в то время как индивидуальный предприниматель отвечает за все своим имуществом. С другой же стороны, если смотреть на налогообложение, то для малых предпринимателей эта форма введения деятельности может быть не так выгодна. Давай разбираться. Смотри. По польским законам налог от прибыли компании, ЦИД, платит фирма в размере 9%, если ее годовой доход не превысил 2 миллионов евро. В то время как учредители при выплате себе дивидендов должны заплатить налог как физическое лицо в размере 19%, что свидетельствует о двойном налогообложении. Правда, если учредители выплачивают себе деньги в качестве зарплаты как главе правления или членом управления, то обязывать будут ставки как доходы для физических лиц в размере 17 и 32% в зависимости от размеров годового дохода. Но тогда их зарплаты являются расходами фирмы, что позволяет избежать двойного налогообложения. Классный лайфхак, правда? А теперь поговорим о взносах ЗУС. Это пенсионно-страховые взносы. Каждый учредитель при выплате себе зарплаты обязан заплатить страховые взносы. С 2022 года это ставка 9% от зарплаты брутто. В случае, если учредитель фирмы также хочет выплачивать социальные страховые взносы, то необходимо зарегистрировать свой контракт в ЗУС. Контракт менеджерский. Стоит еще рассказать о ВАД. ВАД в Польше это налог на добавленную стоимость. Эту тему я детально разбирал в предыдущем видео. Если ты еще не знаешь, какую форму деятельности будешь вести, то настоятельно рекомендую тебе ознакомиться с предыдущим видео. Остались вопросы? Слушай, это нормально. Я сам не сразу во всем разобрался, когда начинал свою деятельность несколько лет назад. Поэтому не переживай, приходи на консультацию, и я помогу тебе разобраться во всех нюансах регистрации и ведения деятельности в Польше.